У многих взрослых остались воспоминания из прошлого об удалении аденоидов. Операции по удалению этих образований не были редкостью, а иногда даже выполнялись бескачественные анестезии. Современный подход к лечению лор-болезней претерпел значительные изменения. Лечение аденоидов – это далеко не всегда страшная и болезненная операция. Как распознать аденоиды, к чему может привести отказ от лечения? И правда ли, что этим заболеванием болеют только дети? Об этом и не только. В студии программы подробно расскажет врач лор-медицинского центра «Армет» Татьяна Кочнева. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот как раз у меня такой вопрос. Правда ли, что аденоидами болеют только дети? И что вообще такое аденоиды? Аденоиды – это разрастание лимфоидной ткани, глоточной миндальной, которая находится в носоглотке. Данный орган присутствует у всех правильно развивающихся детей. И носит свою иммунную функцию, потому что лимфоидная ткань, она защищает организм от чужеродных агентов, таких как вирусы, бактерии, грибки и аллергены. На сегодняшний день мы иногда, ну, крайне редко встречаем и взрослых, у которых до сих пор присутствуют аденоиды. Поэтому достаточно случаи такие бывают, но, как правило, они бывают очень редко. То есть получается, что, наверное, взрослые, те, которые сейчас болеют, это недолеченные дети. Правильно или нет? Как правило, да. Ну, плюс еще экологическая обстановка у нас в природе способствует тоже сохранению аденоидов. И, естественно, вредные привычки, такие как курение. Ну, а чаще болеют все-таки в южном крае или на севере, там, где холодно? Вот кто чаще по статистике болеет? Ну, я работаю в Сочи больше уже семи лет, и это третий регион, в котором я работаю. И вот такой корреляции от региона я не заметила. То есть аденоиды как и на юге, так и на севере встречаются очень часто. Как родителям распознать, что у ребенка аденоиды, что нужно их лечить? Ну, как правило, родители сталкиваются с такими неприятными симптомами, как длительная заложенность носа. Как правило, родители приходят на прием к лоро-врачу и говорят, вот мы перенесли ОРВИ, был насморк, вроде бы справились, но уже 2-3 недели нос не дышит. Тогда мы выполняем осмотр, диагностируем наличие гипертрофированной, то есть отечной ткани во время банального заболевания ОРВИ, насморка. У всех деток практически эта лимфоидная ткань в носоглотке, она увеличивается, поэтому становится больше в объеме и затрудняется носовое дыхание. Либо же может беспокоить длительный кашель, храп в ночное время. Также встречаются задержки дыхания во сне, как правило, кратковременные, несколько секунд. Как лоро-врач производит диагностику? Руками, камерами? Как это все происходит? Ну, конечно же, в первую очередь мы смотрим визуально, делаем обычную риноскопию, то есть с помощью такого металлического инструмента, который называется носовое зеркало, мы смотрим носик. Как правило, когда заглядываешь в носовые ходы, видно, что у глубокого носоглотки есть блеск, что-то блестит. Тогда мы предлагаем выполнить эндоскопию. Это исследование с помощью видеокамеры. На сегодняшний день видеоэндоскопическое исследование носоглотки является золотым стандартом диагностики аденоидов. Как подготовить к этой диагностике, к такому осмотру ребенка? Потому что не все дети согласятся на такую манипуляцию. Как его подготовить? Это происходит под анестезией или вживую? Как правило, анестезии не требуются. Но если порог чувствительный у ребенка, конечно, можно использовать местные анестетики. Но прежде чем выполнить данную манипуляцию, лучше всего родителям объяснить заранее ребенку, что доктор будет смотреть носик с помощью видеокамеры. Можно показать ему небольшие ролики, видеоролики о том, как проводится эта манипуляция. Какие показания бывают к операции и в каких случаях можно вылечить это заболевание? Ну, первоочередно нужно, конечно, лор-врачу постараться определить тот фактор, который послужил именно разрастанию этой лимфоидной ткани. Либо это вирусная нагрузка, либо бактериальная нагрузка. Возможно, ребенок страдает аллергией. Или даже в настоящее время существуют такие теории, как непереносимость лактозы, которая тоже может вызывать увеличение аденоидов. Либо косвенно влияет воспаление в кишечнике, либо гастроэзофагиальный рефлюкс. Это выброс содержимого желудка, кислоты, паров кислоты в носоглотке, которая тоже травмирует глобочную миндалину. Получается, что безоперационное лечение направлено на желудок, на лечение желудка, либо на лечение какой-то аллергии. Правильно? Да. А если операция все-таки показана, что должно быть, чтобы врачи должны делать операцию? Провести. Ну, естественно, это неэффективность консервативной терапии. Если ребенок получает курсы консервативной терапии по выявленной причине, но симптоматика сохраняется. Абсолютные показания к удалению аденоидов – это плохое носовое дыхание, затрудненное, когда ребенок постоянно дышит ртом, ночью храпит. Часто мамы приходят и говорят, что ребенок храпит громче, чем отец. Весь в папу. Весь в папу, да. Либо сонное пно, это вот кратковременные задержки дыхания во сне. Но это уже опасно. Да. Также аденоиды могут являться источником хронической инфекции. Из-за аденоидов могут быть частые как иотиты, так и гаймориты, синуситы. Может вести к снижению слуха. Я начала наш разговор с того, что раньше, в советское время, удаление аденоидов было очень страшной операцией, потому что происходило практически без анестезии. Как сейчас в современном мире проводится операция? Ну, учитывая, что первая аденотомия была проведена в 1865 году, да, то... То есть тогда уже знали про аденоиды? Да, да, да. То за это время, естественно, она претерпела своего рода эволюцию. В настоящее время, как правило, аденоиды удаляются под общей анестезией, то есть под наркозом. Эта операция, как правило, не длительная. Я ранее имела опыт хирургической деятельности, да, самостоятельно удаляла аденоиды. И данная операция, как правило, занимает 15-20 минут под общей седацией. То есть ребеночек спит, врач работает, и после операции ребенок сразу же начинает дышать носом. А если родители отказываются от наркоза по каким-либо причинам, либо по здоровью, да, нельзя человеку вводить анестезию, что тогда? Ну, в настоящее время это крайне редкие случаи. Если есть абсолютное противоказание к наркозу, то выполняется удаление аденоидов под местной анестезией. То есть с помощью спреев анестезирующих запшикивается в носик ребенку и удаляются аденоиды на живую. Но, как правило, все-таки это является на сегодняшний день такой психоэмоциональной травмой для ребенка. И, как правило, когда взрослые ко мне приходят и рассказывают, как им в детстве удаляли таким способом аденоиды, они до сих пор это переживают. В нашем современном мире, я уверена, появились какие-то новые методы лечения аденоидов. Что вы можете рассказать? Ну, одним из ведущих методов на сегодняшний день является порционная шейверная аденотомия. Есть специальные новые инструменты. Таким образом, операция, как правило, органосохраняющая, остается задняя порция лимфоидной ткани, которая продолжает защищать ребенка, участвуя в иммунном барьере. Вот вы говорите, что удаление аденоидов нужно. Но бытует такое мнение, такой миф, что если удалить аденоиды, они снова вырастут. Правда ли это или нет? Такие случаи бывают. Но на сегодняшний день, учитывая новейшие технологии, современные, данный процент сведен примерно к одному. К одному проценту? Да. Но если они опять выросли все-таки, нужно их удалять повторно или оставить как есть? А здесь тоже должны быть абсолютные показания. Если они являются источником хронической инфекции, снижают качество жизни пациента, то, конечно же, их удаляются до нас. Снова и снова? Они могут и снова и снова вырасти? Ну, как правило, двух раз достаточно. Как правило, вырастают аденоиды у тех деток, у которых операция была проведена в достаточно раннем возрасте. Это там примерно до четырех лет. Ну, естественно, каждый организм, он индивидуален. И спрогнозировать данный момент невозможно. Как правило, если вот в раннем возрасте аденотомия случилась, но причина истинная не выявлено роста аденоидов, тогда они могут вырасти вновь и снова придется их удалять. А какие последствия, если, например, родители отказываются удалять аденоиды ребенку, то есть ребенок так растет с этим заболеванием, какие последствия у него будут как у взрослого человека? Да. Ну, естественно, каждый врач предупреждает родителях о рисках, да. Они достаточно такие неблагоприятные, потому что если вовремя не удалить аденоиды, то может возникнуть тугоухость, то есть снижение слуха. Неправильно формируется скелет лицевого черепа. Также гипертрофия аденоидов, когда они очень большие, ребенок плохо дышит носом, и, естественно, влияет это все на центральную нашу нервную систему, на головной мозг, потому что возникает гипоксия мозга. И ребенок часто начинает уставать даже в учебе, у него возникают часто психоэмоциональные нагрузки, физические, они часто устают в дневное время, такие более детки сонливыми становятся. Аденоиды участвуют в иммунном отвесе, вот еще один миф. Так стоит их удалять или все-таки нет? Потому что вот иммунитет, он же важен для человека. И если бытует такое мнение, что если аденоиды удаляются, значит иммунитет нарушается. Ну, как я сказала уже на сегодняшний день, как правило, проводят органосохраняющую операцию, то есть заднюю порцию лимфоидной ткани, из которой состоят аденоиды, они оставляют лорхирурги. Таким образом, эта ткань продолжает участвовать в иммунном ответе. Были клинические исследования, которые подтвердили, что напряженность иммунитета не меняется после выполнения аденотомии. Как долго нужно готовиться к операции? Какой срок? Сколько дней? Ну, как правило, нужно сдать клинический минимум, да, госпитальные до операции, сдаются лабораторные анализы. И в лучшем случае, конечно, постараться не заболеть в это время. Но, как правило, подготовка идет до одного месяца. После операции существует реабилитация. Как долго вот ребенок взрослый выздоравливает после вот таких манипуляций? Как правило, реабилитация недолгая, в течение 5-7 дней. Сразу же после операции родители отмечают восстановление носового дыхания, улучшается сон, психоэмоциональное настроение ребенка. И чувствует себя прекрасно. Какие рекомендации вы можете дать родителям, тех детей, которые страдают от аденоидов? В первую очередь, это пересмотреть питание ребенка, исключить из рациона белый сахар. Обильное количество сахара, конечно, поддерживает воспалительный процесс. Также глютен, содержащий продукты. Это клейковина пшеницы, которая тоже поддерживает воспаление. Избыток дрожжесодержащих продуктов. Ну и, естественно, пищевой мусор. Чипсы, кириешки, различные такие лакомства. Они очень полезны для ребенка. И, естественно, своевременно лечить насморк, использовать назальные души на основе морской воды и своевременно обращаться к лор-врачу. И если вы столкнулись с вышеперечисленными симптомами, о которых мы сегодня разговаривали, ждем вас в медицинском центре Армед для получения квалифицированной медицинской помощи. Спасибо, Татьяна Николаевна. Спасибо за беседу. Я напоминаю, что в студии программы подробно был врач лор-медицинского центра Армед Татьяна Кочнева.